Добрый вечер, спасибо, что пришли, я рад очень всех видеть. Меня зовут Андрей Сатуров. Мы с вами говорим немножечко о литературе англоязычного модернизма. В прошлый раз было такое несколько развернутое приблизительное сступление. Я пытался немножечко рассказать о, не знаю, специфике модернизма, о том человеке, которого модернизм атакует, и как он атакует, как он атакует субъективного человека, вообще что модернизм хочет, скажем так, репрезентировать. Но вот сегодня мы поговорим немножко чуть-чуть прицельнее, чуть-чуть конкретнее. В прошлый раз мы говорили о романе Джеймса Джойса «Портрет художника в юности», который я попытался представить не как реалистический роман, не как традиционно психологический роман, а скорее как вот некий шаг к Улиссу, как такое предвестие Улиса, как, не знаю, препарирование различных стилей. И вот сегодня мы, наверное, чуть подробнее поговорим о романе Улисс. Ну, Улисс стал печататься в журналах задолго до того, как, естественно, он вышел отдельной книгой. Печатался он в разных авангардных журналах, модернистских журналах. И в итоге к тому моменту, когда он вышел, на самом деле все уже западные литераторы его давно прочитали и уже имели, высказали какое-то мнение по поводу Улиса. Все, ну, не знаю, знаменитые мыслители, интеллектуалы европейские, кто-то поддерживал этот роман. Ну, романы, естественно, нашлись и противники, скажем, традиционные зубры английского реализма, такие как Арнольд Беннетт или Герберт Уэллс выступили против этого романа. Но с какими-то такими комментариями и пытаясь быть максимально справедливыми, они все-таки, наверное, осудили этот роман. Осудил роман Ричард Олдингтон. Ричард Олдингтон говорил о том, что вот у, например, у Джойса будет много последователей, таких недисциплинированных молодых людей, которые будут какую-то такую интеллектуальную пургу выдавать за художественную прозу и писать так надуманно, ведь иевато сложно. Вот все литераторы действительно высказались о романе. И, пожалуй, одно из самых значительных высказываний, очень важных для истории исследования этого романа, была статья Томаса Стернс-Эллиота, которая называлась «Улисс. Порядок. Миф». Где действительно вот этот мифологический метод Джеймса Джойса Томаса Стернс-Эллиот приравнял к научному открытию. Собственно говоря, Эллиот работал над теми же самими проблемами, когда писал свою знаменитую поэму «Wasteland. Бесплодная земля». Он немножко расстроился, когда он уже читал «Улиса», потому что он понял, что Джойс делает в принципе то же самое, что и он, Т.С. Эллиот, только более масштабно, более значительно. Как известно, у них не получилось личного общения, несколько чопорный Т.С. Эллиот был скучен Джойсу, а для Томаса Эллиота Джойс вел себя через несколько богемно, через чур богемно, поэтому общение двух гениев не состоялось, хотя Эллиот всегда с большой симпатией говорил об «Улисе», говорил о способе систематизации этого хаотического материала. о мифе, как о способе систематизации материала. Вот это был такой ответ Ричарду Олдингтону, бывшему приятелю Томаса Эллиота и бывшему авангардному поэту, который так переходил, перешел после войны на более традиционные консервативные литературные позиции. Ну вот это, да, ну роман, как известно, сразу же последовали очень серьезные такие предупреждения со стороны цензуры, и мало кто мог позволить себе опубликовать этот роман. Веджиния Вуф в издательстве «Хогарт Пресс» отказалась печатать этот текст, сообщив всей публике, что Джойс, по ее мнению, такой подросток, который расчесывает собственные прыщи. Ну вот примерно аналогичный образ, такой же агрессивный образ использует Карл Радек, когда он скажет, что Джойс – это человек, который с увеличительным стеклом подходит к огромной навозной куче. В принципе, это правильная такая характеристика, не знаю, что это как-то умаляет Джойса как величайшего художника. Вот, тем не менее, находится Сильвия Бич, американка, очень предприимчивая, которая держит магазин на небольшое издательство в Париже. Вот ее магазин, наверное, может быть, отчасти напоминал тот магазин, в котором мы находимся сейчас. Это был, скорее, с одной стороны, это был книжный магазин, где продавались актуальные книги, с другой стороны, это был такой большой дискуссионный клуб, то есть туда приходили разные, известные, знаменитые или полузнаменитые люди, и Сильвия Бич как бы подготовила несколько успех романа, хотя нельзя это назвать успехом, там тираж был не особенно большой, но тем не менее, издание стало событием. Да, она давала возможность всем сторонам высказаться по поводу этого романа, высказывался там Арнольд Бенн, все, кто находились в тот момент в Париже, они имели возможность прийти в этот магазин, даже приглашали, и они высказывались по поводу романа «Улисс». То есть успех, книга была немножко, так скажем, обречена на вот этот успех. И она печатает этот роман, и, естественно, следуют всякие цензурные запреты, цензурные санкции. Ну, была запрещена, как известно, глава Навсекая, где Блум мастурбирует, была, ну и Церцея тоже там, соответственно, резкие эпизоды, и уже как бы глава Пенелопа, там уже были серьезные цензурные проблемы, поскольку и грубый натурализм, и то, что могло квалифицироваться тогда, естественно, как порнография. Сейчас это такие, в общем, нежнейшие страницы на фоне того, что сейчас или в 60-е годы печатались. Хорошо, очень коротко я расскажу о сюжете этого романа, хотя, возможно, наверное, этого не требуется, но Джойс как бы предельно реалистичен. Он показывает нам плотную повседневную реальность. Один день из жизни, самый обыкновенный день из жизни самого обыкновенного человека Леопольда Блума. Леопольд Блум – это эвремен, это вот когорта вот этих героев, которые приходят вслед за мадам Бавари в литературу. Да, обычные люди, такие, как мы, эвремены. Франц Биберкоп, герой Романа Дзёблина, абсолютно такой же, как мы все. Герои Кавки такие же, как мы. Да, вот это эвремены. Обычный день из жизни абсолютно обычного человека. Он дублинский еврей, действие происходит в Дублине, причем все воссоздано с точностью топографа. Всякие незлые и злые языки говорили, что если Дублин вот в один прекрасный день представить себе такой кошмар, что Дублин исчезнет с лица земли, то по роману «Улис» Дублин можно было аккуратненько восстановить. Насколько Джойс точен, если вы откроете какие-нибудь большие комментарии, скажем, к этому роману, классические комментарии Дона Геффорда, то там всегда прилагается карта. Мы можем прямо по карте посмотреть, как Блум точно ходил по этому городу, куда он зашел, и все потом было восстановлено. Даже я не знаю, кто передавал, скажем, Петербург и Москву с такой дотошностью. Мне кажется, что нет такого автора, который так уж дотошно передавали, например, Петербург или Москву, так что ее можно было полностью себе представить и восстановить по тексту. Но это не более чем метафора. В любом случае, Джойс предельно реалистичен. Блум обыкновенный человек. Какая у нее биография? У него есть жена, она эстрадная певица, но поет она не эстрадные песни, разумеется, а то, что тогда считался эстрадой, она поет оперные арии, поет всякие дуэтина. У нее есть антрепренер Бойлон, который является ее любовником, и мы знаем, что в 4 часа дня он к ней приедет, и они совершат половой акт. Молли Блум изменит своему мужу. И Блум это знает, но ничего не сделает, чтобы воспрепятствовать. Он будет в 4 часа в другом месте. Более того, он увидит, как Бойлон уезжает к его жене из бара отеля Орманд, но не поедет ему вслед. Да, он как-то с грустью это воспримет, но все время все его мысли будут возвращаться именно к этому адюнтеру, к этой измене. У Булума был сын, но он умер во владенчестве, которого звали Руди, и есть дочь, которая живет в соседнем городе, Маленгаре, и там у нее шурмур с каким-то студентом. Она ему пишет об этом в письме, там «Дорожайшая популька» и так далее. Вот он будет вспоминать, что дочь от него немножко отдаляется. «Дорожайшая популька». То есть там вот в переводе «Хоружевая». Вот я этот перевод не читал, это последнее издание, может там что-то другое. «Хоружие» каждый год меняет, как известно, вносит некоторые изменения в свои переводы, делая каждый перевод у Лиса уникальным. Вот каждое новое издание уникальным. Вот что происходит с Блумом. Вот он просыпается, вот он жарит почку, вот он идет в магазин, потом он идет в баню, в прямом смысле этого слова, принимает ванную. Потом он принимает ванную, чтобы хорошо выглядеть на похоронах. Умирает его друг Патрик Дигнам. Да, еще Джойс не оставляет без внимания такие события, как, например, то, что Блуму надо, в общем, покакать и пописать. Он это периодически делает. Или попукает, например, когда он выходит, когда он что-то поел, да, то есть, там, например, в главе «Сирена» он выходит и пукает, например, или в главе «Калипсо» он, извините, какает и еще читает вот эту газетку какую-то и потирает попу. Ну, в общем, такое абсолютное гиперреалистичное такое повествование. Он на похоронах, потом там много разных событий, он оказывается в газете, он посещает музей, потом он кормит чаек на набережной, заходит поесть. Ну, и вот, в общем, вот такие самые обычные события. Видят периодически этого Бойлона. И второй герой, очень важный в этом романе, это Стивен Дедалл. Персонаж романа «Портрет художника в юности». Стивен Дедалл – это олтер эго Джеймса Джойса, такой духовный сын Леопольда Блума. Стивен Дедалл, как бы, внутренний ищет отца, а Блуму нужен, как бы, такой вот внутренний, духовный сын Блум, такой вот. Да, у него же сына как бы нет, а дочь от него отделена. Ну, что еще с Блумом происходит? Он покупает по просьбе своей жены порнографический роман. Жена говорит, ну, тот я уже прочитала, ничего интересного, купи мне новый порнографический роман. Он покупает новый порнографический роман ей, потом он идет в бар отеля Орманд, потом он оказывается в компании очень малоприятных людей. Там такие сидят завсегдатаи пабов, и среди них имя верховодит человек по прозвищу Гражданин. Эта глава рассказывается от имени одного из участников этого мероприятия, тут нет стороннего описания. Сначала вроде бы они беседуют очень миролюбиво, Гражданин с Блумом, но потом Блум куда-то выходит и возвращается. И почему-то все решают, что Блум выиграл на скачках, а Блум не выиграл на скачках. И они решают, что Блум выиграл на скачках и не проставился. И значит, что вот, ну, понятно, еврей, естественно, не проставился, евреи все жадны, и они как бы на него затаили все обиду, и Гражданин позволяет себе какие-то антисемитские высказывания, они уже начинают беседовать так более напряженно. В конце концов, это заканчивается скандалом, Гражданин оскорбляет Блума, Блум выходит, или пытается оскорбить. Все понимают, что если будет драка, то Гражданина посадят, он выходит, садится в Кэп, и сообщает напоследок Гражданину, что Иисус Христос тоже был еврей. Вот это выводит абсолютно, это многость из себя Гражданина. Как это в еврей? Как может быть Иисус Христос в еврей? И вот он кидается внутрь магазина, хватает коробку из-под печенья и бросает ее вслед отъезжающему Леопольду Блуму, но не попадает. Блум отъезжает, уезжает, и оказывается на пляже, где он наблюдает за хромоногой девушкой Герти Макдауэлл. Вот он наблюдает за этой девушкой, и это эпизод из жизни самого Джеймса Джуиса. Он однажды почему-то увлекся какой-то хромоногой девушкой и написал ей много писем. А девушка как бы не отреагировала, потому что какое-то такое очковое существо, у нее был хоть друг-велосипедист, вот, а впоследствии случайно эту женщину нашел Ричард Терман и объяснил ей, что она теперь очень богата, потому что у нее письма самого Джуиса. Вот, и эту женщину продала и эти письма ее долгие годы поддерживали. Но никаких результатов этот роман носил такой чисто платонический характер для самого Джойса. Но для Блума все более конкретно. Блум смотрит, как ветер задирает юбки этой девушки и, как бы это сказать, рукоблудит, глядя на нее. Дальше очень нелогично, потому что он приходит в район Красных Фонарей Леопольд Блум. Вот там эта глава представляет собой фантасмагории. Все страхи Блума, все его комплексы. Мы узнали, что он садомазохист, что у него эксгибиционизм, что у него много всяких внутренних проблем, потому что все это внезапно оживает. Там же появляется Стивен, и у него оживают свои комплексы. И вот вся эта фантасмагория захватывает героев, но заканчивается все... Блум там в свинку превращается. Он там хрюкает, у него там вырастает пятачок, хвостик такой, копытца, потом обратно в человека превращается. Там еще интересно. Смешная глава такая. Но потом заканчивается это все тем, что английские военные бьют Стивена Дедала, тот теряет сознание, а Блум ему помогает подняться. Потом они идут домой, заходит, это целая глава, как они возвращаются, потом они заходят домой, сидят, общаются, и последняя глава... И Стивен уходит. Мы не знаем, будут ли они общаться снова. И последняя глава, это глава засыпающей моли жены Блума, которая рассказывает нам о... О чем она рассказывает? Такая бессвязная глава, как бы это поток ее сознания, монолог ее засыпающий, засыпающего сознания, отключающегося постепенно. Она вспоминает, как, с кем, в каких позах, что у нее когда было, вспоминает какие-то события с этого дня, предыдущих дней, вспоминает своих любовников. И как-то вот у нее, мы увидим по этому монологу, что у нас какой-то симпатия относится к своему мужу, которому она только что наставила рога. Вот на этом роман заканчивается. Вот это такая абсолютная повседневность. там даже, не знаю, описано, как писают Леопольд Блум и Стивен Дедау. То есть, настолько это все заземлено, настолько здесь много элементов вот этого натурализма и очень много вещей глубоко антиплатоничных. То есть, антиплатоничные образы это образы, которые нельзя развести к идеалу. Не знаю, какие-нибудь, простите меня, фекалии. Они бывают прекрасных фекалий. Они всегда отвратительные. Вот таким образом напомним роман Джеймса Джойса. Как там, скажем, и романы Гена и Миллера, как и романы многих современных русских писателей. Не буду называть, вы знаете. Это просто как бы создание таких антиплатонических образов, которые не подлежат эстетизации. у Ромбо было много таких образов, но Ромбо умел это все, конечно, эстетизировать. Вот тут какой-то новый этап возникает. Хорошо. Вот это внешняя канва романа. Еще одна очевидная точка, что увидели читатели, помимо этого реализма, что роман ссылает Гомеровской Одиссеи. Ну, уже само заглавие говорит за себя. Улис, латинское наименование Одиссея, и в журнальных главах каждая глава романа в журнальных естественных исполнении имела подзаголовок из Гомеровского эпоса. Даже вот сейчас любое издание Улиса, которое сопровождается комментариями Сергея Сергеевича Хоружева, там эти главы обозначены, у них есть название. Джойс убрал из окончательного варианта романа эти заглавия. Но исследователи, джойсоведы, они по привычке и по такой традиции они эти заглавия используют. Они не говорят, не называют номера глав. То есть, так принято, называть эти безымянные главы каким-то определенным первоначальным заглавием, названием. Вот. Это сразу было видно, что Блум это очевидно, что это Улис, Стивен задал очевидно, что это Телемак, Джойс еще как бы дал очень много интервью, по этому поводу он общего рассказал, дал своим комментаторам всякие таблицы, показал, какой ритмотив в каждом, в каждой главе, какая техника, какую он использует и так далее. Ну, давайте теперь все-таки чуть-чуть концептуально поговорим, наверное, об этом романе. Какие-то содержания я так вот кратко рассказал, но поговорим о том, как сделан, наверное, этот роман, потому что для Джойса конечно, самое главное, это, как я уже говорил, это работа с языком. В предыдущем романе он занимается тем, что препарирует различные техники. Он в них работает, он их осваивает, но он их препарирует. Вот в этом романе все принципиальным образом усиливается. Джойс, каждая глава пишется в своей особой технике. Еще первые девять глав, нам это непонятно. Но начиная с главы «Бродячие скалы», мы вдруг видим, что техника принципиально меняется, что главы технически, исполнительски совершенно не похожи друг на друга. Например, глава «Бродячие скалы» написана вот в духе киномонтажа, который до Джойса использовал немножечко, ну вот можно так сказать, что это киномонтаж, так как такой монтаж эпизодов, фрагментарность. Вот то, что использовал, например, Флабер в романе «Госпожа Бавари» в одном эпизоде, где Эмма Радольф объясняется в любви Эмме Бавари. Там одновременно звучит реплика председателя вот этой сельскохозяйственной выставки, и реплика Радольфа создает комический эффект одновременности событий, происходящих в разных местах. То же самое у Джойса, просто у него много разных героев, и вот это улиц в миниатюре, и там это, правда, сцеплено всякими лейтмотивами. Вот это техника, которую потом будет использовать в Олдес Хаксли в своем романе «Поинт-Каунтер-Поинт». У нас перевели как «Контрапункт». Такая техника монтировки, вот этого монтажа. То есть там, допустим, вот рассказывается о каком-то герое, а другой только упоминается одной фразой. А потом откруг этой одной... А потом рассказывается о другом герое, который там только упомянут. Зато теперь он главный герой, а тот герой только упоминает с одной фразой. Да, но я немножко так упрощаю все. Как бы это тезис, контртезис, вот так вот построена эта глава. Как бы можно сказать, что это монтаж. Джойс назвал «Лабиринт». Ну вот у него такая была фантазия назвать это «Лабиринтом». Следующая глава называется «Сирена». И она написана в стиле в таком, как Джойс назвал, «Фуга Парсханана». Там глава начинается с таких бессмысленных фраз. Даже когда Джойс это пересылал, то военная цензура открыла и подумала, что это шифр. А там ничего другого подумать просто невозможно. Если мы, например, не знаю, откроем и просто наугад почитаем этот эпизод, то такое ощущение, что это действительно какой-то вот хитрый шифр. Но на самом деле это вырванные фразы, которые потом получат разработку. Это прелюдия и фуга. Ну вот что тут можно понять? За бронзой золото цокопыт заслышалось тализвон, беспардон-дон-дон-дон. Соринки соскребая соринки за скорузлого ногтя. Соринки. Следующее предложение. Ужасно. И золото алостью залилось. Ой, новый вариант перевода. Сиплое флейтуе ноту выдал. Выдал. Облум. Заблумшая душа. Золотых корона волос. Ну тут очень хороший перевод, но, конечно, многое пропадает, потому что эта глава построена на идее мелодизации языка. То есть эксплуатирует здесь Джойс вот эту фонетическую оболочку слова. Мелодику. Вот первая часть главы это прелюдия, набор тем, а вторая глава фуга. Там все это развивается. Здесь используется музыкальная техника, вот та техника, которой очень любили символисты. вот эта музыкальность, красота звучания слова. Вот в русской поэзии это, думаю, очень многие, Константин Бальмонт, это вот эта изумительная музыкальность его стихов. Да, вот это я мечтой ловил уходящие тени. Да, вот красивая такая мелодия. Да, я не знаю мудрости, годной для других, только мимолетности, я влагаю в стих. Такие вот, такое действительно движение красивой Теннисом, вот они создавали такой мелодичные стихи. Во французской Верлен, который просто разрушал даже семантику, так вот осенняя песня, изумительное стихотворение, где даже там смысл слов пропадает, надо читать, слушать звучание, можно даже вот человек, не знающий французского, все равно почувствует красоту вот этого звука. Вот этот прием Джойс эксплуатирует. В романе дальше глава, например, у него есть, которая называется Церцея, которая сделана в виде драмы, да, там драматургический персонаж, она драматургически организована, ненарративна. Есть глава у него, которая построена в стиле катехизиса, глава очень смешная, называется Итака. Это вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Кто пришел домой? Леопольд был не пришел домой. Где лежал Леопольд? На кровати Леопольд? Что кого он увидел? Леопольд скажите, эти игры чисто формальные или он все время стилистически связан? Да, я сейчас, Кирилл, спасибо, я сейчас дойду до этого. Это важный вопрос. Вот. Ну и последняя глава, которая написана в стиле такого потока сознания. восемь гигантских предложений, там нет ни запятых, ни точек. Это то, что мы видим. То, что не требует, наверное, даже моего разговора и комментария. Но что здесь принципиально? Принципиально здесь то, что вот эти техники, вот это разные техники. То есть, смотрите, автор берет на себя смелость каждую главу своего романа написать принципиально новые техники. Представляете себе, что бы Достоевский, Толстой или Тургенев, например, или Гончаров каждую новую главу писали в какой-то новой технике. Невозможно. Да даже Прукст, современник Джойса, в общем-то, не менял свои техники. А тут каждая глава написана в совершенно новой технике. Как будто автор не помнит о том, что он писал в Туркст. Как будто это совершенно другой человек. Как бы другая маска, другой стиль. То есть, это то, наверное, о чем я пытался говорить для Джойса стиль становится какой-то внешней одеждой. То есть, Джойс работает с этими техниками. Для него это не стиль. Это не большой стиль. Для него, скорее, это действительно техника. То есть, некий способ организации материала. Но это не то, что имеет какой-то онтологический статус. Не то, без чего нельзя жить. То есть, Джойс занимается тем, что он препарирует эти техники. Обнажает их внутреннюю сущность. Показывает нам, как они работают. Он показывает нам, что заложено внутри драмы. Что заложено внутри каждой его техники. И каждую технику, что принципиально, Джойс доводит до идиотизма. До абсурда. он их выбалтывает. С музыкой, вот он, скажем, оркеструет, использует вот эту музыкальную технику, но он эту музыкальность доводит до идиотизма. Нам уже это скучно, это уже некрасиво. У него уже стучат какие-то молоточки, уже идет герой и начинает, простите, пердеть. Это тоже музыка. И Джойс нам объясняет, что это музыка, да, конечно, это музыка современная. Вот то есть он утрил вот эти приемы, которые использовались Суинберном, которые использовались у нас Байлмантом абсолютно всерьез. Он превращает их в идиотизм. Он выхолащивает их, показывает их техническую сторону. Он их изживает. Это он делает в главе, в каждой главе он этим занимается. поток сознания. Как можно после Джойса писать вот это? Как можно после Джойса писать вот в такой технике? Уже нет. Потому что он нашел эту технику, ее использовал, ее препарировал и довел до полного идиотизма. То есть если мы читаем главу, например, Итака, то сначала нам кажется, что это очень оригинально. Нам каждый раз кажется, что что-то очень оригинальное. А потом мы начинаем понять, что это идиотство какое-то в какой-то момент. Что вопросы, например, они сначала очень умные, а потом они какие-то дотошные, а потом уже идиотизм вопросов может конкурировать только с идиотизмом ответов. Посмотрите, там такие уже идиотские ответы, что вроде все правильно, но как-то коробит от этого идиотизма. Так же точно и музыкальный строй. Да, вот сначала это очень красиво, там, печально прогуливалась она, печально заплетая загулявшую прятку за ушком, печально заплетая загулявшую прятку за ушком, прогуливалась она, уж золотом не сияет. Красиво. А потом какая-то глупость какая-то, повторение одного и того же. Такая монотонная, сопливая мелодия. То есть вот Джойс работает с разными техниками. 20-й 20-й век это Джойс, да, это вот встреча разных техник. В какой технике мы захотим работать, такой мы и поработаем. Но важно, что ни одна из этих техник не будет твоей. Джойс не изобретает никакого стиля, он препарирует уже имеющиеся. То есть он создает такую гигантскую конструкцию по препарированию стиля. Вот как он это делает, мы об этом немножечко поговорим. Но сейчас я хотел обратить внимание на одну главу этого романа, которая называется «Циклопы». Это вот глава, где Леопольд Блум, ничего не подозревая, приходит в заведение Барни Кирнана и там подвергается вот этому оскорблению, да еще и вот таким антисемитским выходком со стороны Шинфейнерова, ирландского националиста. Сначала они очень мирно беседуют, Блум очень такой разносторонний человек, на манер человека, который хорошо отвечает на вопросы в программе «Что, где, когда». Блум, вот именно у него такие знания, он очень много знает. И это все время подчеркивается, что Блум очень много знает, он обладатель такого носителя позитивного знания. Не может это связать, но он знает физические законы, да, вот он такой очень знающий, человек любопытный. Это очень важный момент. Как вот Одиссей, all-round man, то есть Одиссей хитроумный, это значит, что Одиссей нехитроумный, обращающийся ко многому. Такая фраза. Вот Блум тоже такой all-round man, это важная его характеристика, он много знает. Вот они беседуют, они разговаривают, ну и потом Блум подвергается с оскорблением и всяким безобразием со стороны этого неприятного гражданина, очень агрессивного. Вот. И как организована эта глава? Вот эту главу рассказывает, пересказывает какой-то такой вот ублюдок неприятный, грубый человек, напоминающий, не знаю, персонажей роман Луи Фердинанда Селина, Бардамю, такой целостный, безо всяких сентиментов, такой вот брутальный немножко, никаких у него нет идеалов, вот он что есть, то он и говорит, довольно грубо, резко, приземленно, такой самодостаточный человек. Вот текст, который, и вот он это все и рассказывает, от лица его идет этот рассказ, вот примерно как он изъясняется. Я, значит, загораю, ну тут вот разговорная вещь, такой сказ хороший, я тут буду выпускать всякие матерные слова, прошу прощения, я, значит, загораю на уголку Арбор Хилл с папашей Твоем из ДГП Дублинской городской полиции, как вдруг откуда-то прет окаянный трубочист и своей метлой аккуратно ровит заехать мне в глаз, оборачиваюсь, чтобы передать ему свои чувства, и тут вижу, кто же это топает по Стоне Баттер, не иначе, как Джо Хейнс, ха, не как Джо, говорю, как живешь, дышишь, видал, мне этот раз сукин трубочист чуть-чуть глаз не высадил, сажешь, к счастью, это он мне, а это что за старые мудила, с которым ты тут, папаша Трой, говорю, в полиции служил раньше, я вот думаю, может, не привлечь этого очумелого, за то, что он создает помехи движению своими метлами до лестницы, ну, прямо так он изъясняется, но, как бы, мы читаем эту главу, наполняемся вот этой грубостью, нехороший он человек, очень синичный, но интересно другое, что эта глава начинает перебиваться другим стилем, разными стилями, она начинает перебиваться, все тоже, все только то, что нам этот человек, безымянный повествователь, рассказал, вот так приземленно, рассказывается другим стилем, ну, например, стилем Дюмай, с трех мужикетер, и там уже фигурируют не эти, не эта пьянь, а три мужикетера, которые заходят, скрыт магнеты, и все рассказано, как бы, как будто бы это с ними и происходит, да, они заходят не в грязный бар, а в трактир, они изъясняются так, как должны изъясняться там Атос, Партос и Арамис, они как бы вроде бы так одеты, то есть на них набрасывается совершенно другая техника, и совершенно другой дискурс, и мы начинаем видеть, что вот эта техника, описание, она все искажает, искажает концепцию, искажает реальность, и отслаивается, то есть он препарирует эту технику, он занимается тем, что обманывает наши ожидания, в сущности, ведь когда мы читаем художественный текст и новизна, всякой, наверное, всякой литературы, она связана с обманом наших ожиданий, во многом величие Пушкина в том, что он очень часто настраивал, скажем, читателя своего на один как бы дискурс, и потом резко обманывал его, да, величие Руслана и Людмилы, именно вот в этом, да, нас настраивается на какое-то остианское повествование, обмысливает какое-то хулиганство в Руслане и Людмиле, вместо такого романтического флера шотландского, там, хулиганский такой текст, а начало то кому льду в зеленый, как красиво еще. Вот, Джойс, то есть, это вопрос в сбое, стилистическом сбое, мы вдруг, дело даже не в непредсказуемости, а в том, что начинается другой стиль, и это сразу же меняет стиль и техника сразу же меняет характер и сюжет принципиально, как бы, мы думали, это фильм про убийство, он про вампиров, оказывается, да, как «Закат и драк в свет», мы думали, это фильм про одно, это про другое, оказывается, то есть, подключается совершенно другой стиль, и вот, Джойс именно работает на столкновении стиля, вот, когда разные стили сталкиваются, они начинают друг друга препарировать, они вдруг показывают, что они оба являются техниками, что они друг друга препарируют, обнажают швы друг друга, то есть, исчезает иллюзия реализма, исчезает иллюзия достоверности, вот это делает Джойс в своем романе, сталкивая разные вести, вот он говорит в одном стиле, а потом то же самое, но в другом, и вот тут мы понимаем, что и там, и там стиль, препарируется, обнажаются его несущие конструкции, обнажается его структура, ну вот, например, приведу пример, вот как гражданин кидает свою, ну вот как, например, Блум Мартин, там один из персонажей, Мартин Каннингем, он выводит Леопольда Блума, чтобы его гражданин не ударил, и поживей выталкивает, это вот этот урод рассказывает, и поживей их выталкивает на оружие, Джека Пауэра, Крофтона, или как бы ж его, и этого, между ними посередки, то есть имеется ввиду Блума, а тот все прикидывается, будто ему не вдомек, из-за чего сыр бор, и все они залезают в свой хренов кеп, ну довольно резко, пошел, говорит Мартин Кучев, дальше, гривой своей тряхнул, дельфин белоснежный, и кормчий встав, на золоченой корме направил вздувшийся парус по ветру, стремительно полетела ладья на всех парусах, установив спинакер по штир борту, прекрасные нимфы всплывали во множестве по бах борту и по штир борту, и приближаясь к благородной ладье, смыкали с ней сияющее очертание, как делает хитроумный мастер-колесник, прилаживая вокруг оси колеса, равностоящие лучи братья один другому, и огибая их ободом, и быстроту сообщая стопам мужей, спешат ли они на грозную сечу, или состязаются ради улыбки прекрасных дам. Все то же самое передается гомеровским стилем, с ненужными вот этими добавлениями, как бы ненужными, и здесь еще этот гомеровский стиль инъецирован разными техническими терминами, типа штир борд, бакборд, которыми мы, например, можем не знать. То есть, вот все то же самое, но на самом деле, гривой своей тряхнул дельфин белоснежный. Это Блун поехал на... Собственно говоря, на чем он поехал? Он поехал на Квкебе, да? А нам рассказывается, гривой своей тряхнул дельфин белоснежный. белоснежный. то же самое сказать, вот там, не знаю, какая-нибудь, не знаю, на стороне, ну, хорошо, на Тверской. Стоять какая-то проститутка грязная, дева стояла, там, какая-нибудь незнакомка. Вот, вот как бы о ней начинаем, мы вот начинаем вот так говорить. Если мы так начнем говорить, мы сразу наше высказывание ироничным будет. Вот Джойс тоже самое хочет делать или нет? Да, безусловно, конечно. Он делает абсолютно то же самое. То есть, он как раз, то есть, это ирония, потому что только что нам рассказали, как оно все было, без идеалов, без стилистических нюансов, анти-литературно, анти-стильно, в духе, ну, Селина, да, вот Селин. Но оказывается, что это тоже, на самом деле, в сущности, стиль, да, это не анти-литература, это тоже литература, поэтому можно это рассказать гомеровским языком, можно рассказать языком, не знаю, вот как бы назовем его условно-селиновским, но вопрос просто в том, что обнажаются все приемы, сталкиваются разные стили, мы видим, как это все делается, да, мы вдруг понимаем, что это какая-то форма графомании, да, вот Джойс, он как бы играет с графоманией, показывает, как это плохо, да, или как это плохо, когда это уже хорошо, или вот еще пример, так для, раз у нас так весело, ну не знаю, вот, например, другой просто стиль, да, вот как он кидает эту жестянку, заносит он, значит, эй, гражданин, говорит, Жор, постой, куда там, он руку разоносит, с всего размаху, шарах, спасибо, что ему солнце било в глаза, а то бы на повал уложил, засветил так примерно до графства Лонгфор, кобыла со страху рванула, паршивый кобыздок кинулся за кебом, как бешеный, это он собаку натравил на блума, народ кругом хохочет, вопит, а треклятая жестянка прыгает с грохотом по мостовой, все как было, дальше, дальше, что пишет Джойс по этому поводу, другим языком, катастрофа была мгновенно и ужасающей по своим последствиям, обсерватория в Дансинге зарегистрировала общим счетом 11 толчков, каждая из них силой в 5 баллов по шкале Меркали, и сейсмических потрясений подобная сила не была отмечена на нашем острове с 1534 года, даты восстания Шелкового Томаса. По всей видимости, эпицентр находился в той части столицы, которая охватывает квартал Инквей, и приход Святого Мичина, занимая площадь 41 Акр, 2 Руда и 1 квадратный Перч. Вот эта информация особо ценная, там 1 квадратный Перч. Вот, то есть, это все рассказывается все то же самое, но языком, как вы видите, метеосводки, который тоже как бы не объективен, как мы понимаем, то есть, гражданин бросает жестянку, она грохочет, это как бы передается как огромное землетрясение, 11 баллов по шкале Меркали, и передается это все ну, вот этим стилем, да, и он препарируется, и препарируется, как будто бы речь вот этого повествователя. Ну, и конец, он там натравливает пса, что напоследок мы видим? Это кеп заворачивает за угол, он там со своей вещей башкой все разглагольствует, домашист руками, а сукинцы нанесется вдогонку во всю прыть, ухи назад, готов разорвать его на кусочки, сто на пять, но тут уж он заплатил за свое сполна, могу побожиться, и все не зашло сияние вели на них, и узрели они колесницу, и он стоял в той колеснице и возносился на небо, и узрели они его в колеснице, облаченного в сияние славы, одежды же его, как солнце, прекрасного, как луна, и грозного, и в трепете не дерзали поднять глаза на него, и сих глаз небес в глаголище илия, илия, и он отвечал им, воплем вели им, Авва, Адонай, и узрели они его, даже самого его, Бен Блума Илью, посреди сонмов ангельских, возносящегося к сиянию славы, под углом 45 градусов, над пивной донахью, на Малый Грин-стрит, как ком навоза с лопатой. То есть тут тоже столкновение, как вы понимаете, разных стилей, и вот этот отъезд Леопольда Блума описывается как вознесение пророка Илью, да, вот, и мы видим, как препарируется знакомый нам слог и дискурс, который мы видим, скажем, в Библии. Да, вот это препарируется и иницируется разными элементами, но это отнюдь не значит, что он какой-то из текстов более адекватен. Нет, мы просто переключаем регистры, да, мы просто меняем техники. Вот это просто смена техник. так же, как у него есть глава, которая называется, глава, которая называется Баки Гелиоса. Тоже очень интересная глава, символом его является зародыш. Я не знаю, как оружие, это перейдло, очень сложная у него была работа, и очень сложно это читать по-английски. Там как бы рассказывается о постепенном рождении английского литературного языка и изменении. То есть, как вот зародыш в чреве растет, вот так же из этого зародыша начинает постепенно развиваться английский язык. Если кто знаком со стороны английского языка, это очень интересно, да, там монофтонгизируются дифтонги, дифтонгизируются монофтонги, грамматика потихонечку меняется, там слова старые заменяются на новые, характер описания. А письменность не меняется, шведом. Нет, нет, вот как будто современно, там нету вот этого дикость, там не с древнеанглийского начинается, а вот как бы так вот от Томаса Мэллори до Диккенса. И все это мы понимаем, что это препарирование, да, препарирование вот этого языка. Вот. Ну, несколько слов еще, а, пожалуй, самое важное в этом романе, наверное, это характер цитирования. Я уже говорил, что, собственно говоря, роман Джеймса Джойса на сто процентов состоит из цитат. Там нет живого места. Комментарии к роману Дона Геффорда, ну вот, как бы треть этого тома, это комментарии Сергея Сергеевича Хоружева, так остроумно очень написаны. Они являются некой обработкой, я не буду, я тут не выдаю тайны, это совершенно никак не характеризуется Сергея Сергеевича, но он свои комментарии пишет на основе известной книги Дона Геффорда. Вот это как бы комментарий к кулису, да, треть. Книга Дона Геффорда, она вот четыре таких по объему, но она с картами, она с именными указателями, если там, допустим, произведение, то оно, если маленькое, оно целиком приводится, если роман, то рассказывается коротко содержание, если какая-то цитируется мелодия, то обязательно ноты прилагаются по всех подробностях, то есть хорошие комментарии. Харуже все-таки не столько дантичен, но зато его комментарии очень остроумные, вот, посмотрите, они очень смешные, хотя он как бы ссылается на какое-то произведение, но иногда не рассказывает, что там было, а вот у Геффорда всегда есть такой подробный очень комментарий. Вот, и комментарии Харуцева, они, как бы он соединил пару таких книжек, он, собственно, сам об этом пишет, ну, вот, но очень их изящно и смешно и литературно обработал, и каждая глава имеет такое небольшое послесловие, их очень увлекательно читать, вот, то есть у Геффорда, ну, просто филологу интересно, да, ну, как бы, что-то все тут филологи, но зато Харуцева, ну, что мне, все время заглядываем в эти комментарии, клипы, а это интересно читать, он так смешно рассказывается, он человек с большим юмором, вот, но важно здесь то, что, действительно, почти каждый абзац к чему-то отсылает, иногда одна фраза может отослать сразу к двум источникам, он все время цитирует, то есть, если смотреть на роман и читать его, да, там есть содержание, да, вот, мы читаем этот роман, ну, как бы, эффект как от мозаики, пока мы вдалеке от мозаики, мы видим, как бы, сюжет, да, но как только мы подходим, вот, лица распадаются, все распадается, но зато мы видим, как это все сделано, вот тот же самый эффект при анализе Джеймса Джойса, текст исчезает полностью, зато выявляются претексты, зато выявляются источники цитирования, их действительно очень много, Джойс цитирует абсолютно все, кроме почему-то русской литературы, хотя он ее очень любил, знал и уважал, но не цитирует, он цитирует, пытается цитировать, поцитирует, он как бы, у него там есть ритуальная символика, да, он цитирует Фрезера, цитирует современных моноантропологов, цитирует Фридриха Ницше, цитирует Остер Уайлд, в общем, надо поискать книгу, которую он не процитировал, то есть, я вот даже на филфаке часто просил Медовка, он много времени был, ну, назовите мне книжку, которую Джойс не процитировал, а будут читали, а он не процитировал, ну, вот ни разу не было так, что мне назвали книжку, а Джойс ее не процитирует, он действительно цитирует абсолютно все, все откуда-то у него взято, откуда-то заимствовано, американская литература у нее присутствует, Рик ван Винкель какой-нибудь, там, не знаю, легенда об арабском острове, какие-то вот такие тексты, ну, которые, конечно, знали европейцы, он цитирует оперы, там, Рихарда Вагнера, Кольцо цитирует, Парсифаля цитирует, Тристана цитирует, цитирует, Мир Бьера, цитирует забытых и неизвестных нам Гилберта и Салливана, таких авторов оперы, там, Терпение и Микадо, вот все это цитирует, то, что он, а он уже знает, а не мы, там, какие-то ирландские патриотические песенки, абсолютно все, можно просто сойти с ума, сколько он цитирует, но как используется его фраза, во-первых, Джойс всегда маркирует фразу, вот там, ты чувствуешь, что это цитата, он ее так ставит, что не почувствует, что это ни цитата, невозможно, то есть он ее не встраивает в повествование, да, очень часто мы, ну, читаем авторфорфы фразы, как бы ложатся в стиль текста, здесь они не ложатся, на них ты натыкаешься, как вот, не знаю, по каким-нибудь Уклопитера озер идешь, и на коллеги натыкаешься, каждую минуту, вот, примерно так же, ты натыкаешься на цитаты у Джойса, то есть они маркированы, принципиально, там очевиден этот стилистический разнобой, один камешек наклеен так, другой так, третий так, но взят из разных, как бы, мест, как используется, как работает джойсовская цитата, ну, это не просто, как бы, стилистическая, удачная фраза, она не бывает вырвана из своего контекста, наоборот, она открывает, она как бы портал в другой текст, она несет с собой всю информацию того текста, откуда она заимствована, чтобы понять, для чего здесь используется эта цитата, нам нужно вспомнить произведение, откуда она заимствована, иначе мы не поймем, что происходит в романе, но поймем, но не до конца, а эта фраза уточнит, то есть, не знаю, например, Бэк Маллиган и Стивен Дедал видят Блума, и Бэк Маллиган говорит, Стивен Дедал, ты заметил, как он на тебя посмотрел? Ты заметил, как он на тебя посмотрел? «Страшусь тебя у старой морехода», да, это цитата, как бы, английский автор, читатель, так быстро, сразу же автоматически, включает колюч, да, ну мы тоже, как бы, тоже не дураки, мы тоже знаем, что это колюч, ну не все, конечно, из нас, а студенты петерского филфака не всегда, хотя колюч у них в программе, ну у них там, другой бывает, ну мне, но, ну не у всех, но сразу многие узнают, вот, «Страшусь тебя у старой мореход», почему? Да, нужно понять, кто сделал старый мореход, как он убил альбатроса, как ему пришлось странствовать, и рассказывать о своей доле, то есть судьба Блума и его путешествия по Дублину накладывается на вот эту старую схему колледжа, то есть старый мореход отчужден от основания мироздания, от Бога, от себя, от людей, это смерть, это жизнь в смерти, да, вот то же самое переживает Блум, то есть Блум, как бы один из прототипов Блума, это старый мореход, то есть, тут как бы возникает, и главное, что старый мореход, он, начинается же все с того, что он гипнотизирует вот этим месмерическим взглядом гостя, то есть, так же, как колледж гипнотизирует нас, когда мы читаем, да, если мы хорошо его понимаем, то есть, он нам выдает такую тайну, что нам страшно, да, это колледж нам выдает такую тайну, и старый мореход, он вонзает взгляд горящий, и гость говорит, страшусь тебя, старый мореход, то есть, ну вот как бы, надо это все вспомнить, или там, не знаю, Стивен Дедалл в публичном доме устраивает дебош, что, в общем, конечно, характерно для посетителя публичного дома, но у него дебош такой интеллектуальный, он все время ходит с тросточкой ясеневой, и бьет по лампе, и кричит Нотунг, то есть, тоже, что это такое, да, это как бы цитата, двойная сразу цитата, из оперы Валькирия и Зигфрид, один раз такое делает Зигмунд, он бьет, да, ясеневая тросочка, как вы знаете, Нотунг это меч, которым владел Зигмунд и Зигфрид, и меч этот был всунут, или воткнут, не знаю, во всяком случае, он торчал из ясеня, у Стивена ясеневая тросточка, Стивен берет ее как меч, и разбивает лампу, он ударяет в копье Бога, связанного законами, но Бога все-таки, свет, это как бы традиционно, как такое искусственное солнце, солнце знак Бога, это как бы издевательская символика, такая пародийная символика, Джойс не работает с символами, он издевается над нами, он препарирует все это, но это не важно, все равно мы должны понимать и прослушать до этого оперы Рихарда Вагнера, знать, что такое Нотунг, знать, что это, почему ясеневая тросточка, почему он бьет по свету, и там тут же включают, то есть он и Зигфрид, и он и Зигму, то есть вот иначе непонятно, или, например, он кричит нон сервиан, это фраза, которая произносит Ипсоновский бранд, такую-такую сатанинскую, страшную, то есть вот тоже, ну надо понять, что значит не служу, вот эта сатанинская фраза, которую бросает бранд, то есть у Стивена те же проблемы, он себя как бы позиционирует как бранд, надо понимать проблематику, вот все время отсылаются там цитаты из Шекспира, их очень много, цитаты из всех произведений, там не знаю, Робинзон Круза, там с Протвучением Голивера, полно, вот, Шекспиром там еще более, ой, Шекспиром там море, там по-моему чуть ли не на каждой странице Шекспир, Данте через, наверное, страницу, Евангелие и Библия тоже через страницу, уже очень много было в портрете художника в юности, вот этого, я просто об этом не говорил, но две-три цитаты на страницу есть в портрете, но то, что в Улисе происходит, иногда к двум одновременно он отсылает, сразу же источникам, ну, это как с Вагнером, это одновременно к двум, бывает к трём, к четырём, там он развлекается, там, нагромождая вот эти цитаты, там, ну, ну, не знаю, например, вот, блум идёт, вспоминает об измене своей жены и напевает, «Laci darem la mano la mi di rai di si», да, я не знаю, что это значит по-итальянски, но, я не знаю, там ты дашь мне руку, и там ты согласишься. ты согласишься, да, это, да, мы пойдём с тобой рука об руку, и ты скажешь мне, да, 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 ты согласишься. Это тоже надо знать, что это такое, это дуэтина из оперы Моцарта «Дон Жуан», это когда Дон Жуан соблазняет цирлину, вот, он её соблазняет, а поёт, вот это очень красивое такое дуэтина, очень эстрадное, очень красивое, популярное среди слушателей, и Блум как бы его, возникает в памяти у Блума, и нам нужно помнить, почему он в этот момент это вспоминает, да, на каком основании, то есть он себя видит Мазетто, или себя он видит Дон Жуаном, обманутым Мазетто, вот этим, женихом этой цирлины, то есть тут важный такой момент, цитата, она имеет вот такой подтекст, да, то есть, цитата у Джойса, с одной стороны, она выглядит как ветошь, как такие, вот как сказал Элит, with the stars of time, такие выцветшие осколки прошлого, да, вот мы, ну как вот ощущение прошлого, там, мы читаем тексты, они нам ничего, они как звенят, да, вот, для детей, не знаю, для школьников, они читают великую классику, а им все равно, да, глупость, я помню чудное мгновение, передо мной, как звон такой, пустой, да, мы не чувствуем, что за этим стоит, мы коды какие-то растеряли, для того, чтобы понимать и чувствовать удовольствие, да, но при этом цитируется, да, вот, не знаю, в Питере у нас очень любят вывести какую-нибудь цитату просто так, так, там, не знаю, ну, или она, штамп, да, такой, она вырвана из контекста, она глупая звучит, пафосно, не знаю, здесь я не видел, но в Питере очень много этого, да, вот, ты идешь, там, там такая цитата, здесь в метро, там такие цитаты, из кого-то там, а Куджава там, Семен Ботвинек почему-то, не знаю, не знаю, и вот какие-то такие штампы, да, или там конкурс красоты, красота спасет мир, Достоевский, да, конкурс красоты, девушки выходят, спасут мир, вот, ты знаешь, что спасут мир, сказал Достоевский, да, что он имел ввиду, но штамп, да, вот тот же эффект у Джойса и Уэллиота, они должны быть затасканными, эти цитаты, но при этом нужно сменить оптику, и тогда они начнут играть, они аккумулировать начнут смысла, то есть цитата, это мощный семантический импульс. Второй важный момент, скажем, цитирования, это то, что Джойс регулярно возвращается к цитатам из одного произведения, то есть его роман представляет собой такой слоеный пирог, вот вы можете, ну, у Хоружева нет, например, именного указателя, а если бы был, то вы могли бы, например, просто выписать все цитаты из Данте, было бы очень много, небольшую тетрадочку, и посмотреть, как он работает, например, с текстом Данте, откуда он цитирует, как он цитирует, в какой последовательности он цитирует Данте, это дико рациональный текст, как он цитирует, например, Шекспира, в какой последовательности, какие тексты, как он Цимбелина цитирует, здесь он Гамлет, а тут Макбета, Сон летнюю ночь, то есть возникает, там можно, например, вычислить там Вагнеровский код романа Улисс, или Дантовский код романа Улисс, то есть произведения, они, то есть Данте все время мерцает в его романе, так же, как мерцает все время Вагнер, так же, как мерцает Холидж, он не один раз цитирует, он возвращается систематически к цитатам, то есть вот, наверное, в русской литературе такие эффекты есть, есть такие работы, там, не знаю, ну, не знаю, у Вячеслава Иванова, например, можно вычленить какой-нибудь код цитирования, у Пастернака тоже очень интересно, там какие-то темства, к которым он возвращается, ну, вот Джойс, мощный такой цитирующий автор, то есть, на самом деле, что такое Улисс? Это такая, то есть они цитируются, ну, да, они цитируются, конечно, эти тексты цитируются, цитируются другие тексты, и возникает их проблематика на страницах Улиса, она как бы оживает, и эта проблематика меняется, она не меняется, но она прочитывается, сквозь проблематику других текстов, сквозь реальность современную, то есть все тексты начинают как бы общаться друг с другом, и друг с другом прочитывать, друг друга прочитывать, то есть там же Данте, Шекспир, Флабер, они начинают друг друга прочитывать, они там оживают на страницах романа, и современность немножко прочитывается сквозь эти тексты, и они сквозь современность, и они друг сквозь друга, И в итоге Улис становится такой гигантской интерпретационной филологической машиной. То есть мы понимаем, какой новый смысл можно вложить в колледжа, если рядом поселить цитаты из Флабера. То есть это такая гигантская машина, которая интерпретирует себя и заложенные в ней тексты. И вот здесь важен еще один момент, на котором я хотел чуть подробнее остановиться, связанный тоже с цитированием в этом романе. То есть Джойс в сущности показывает нам... Дело в том, что цитата, она отсылает не только, скажем, к конкретному какому-то произведению, но и к эпохе, к какому-то культурному блоку. И вот Джойс, можно сказать, что он цитирует всю мировую литературу. Если быть ужасно дотошными, то вы увидите, что он начинает цитировать с какой-то ритуальной символикой. Это он читал просто книгу Фрезера «Золотая ветвь». Потом он цитирует Гомера, потом он цитирует Гесиода, он цитирует Эсхила, Сафокла, Эврипида. Он цитирует римских драматургов, Плафта, он цитирует Авиде, он цитирует Вергилия, цитирует Марсиала и Горация, цитирует Евангелие, цитирует Ветхий Завет, цитирует Дант, цитирует Трубадуров, поэтов сладостного нового стиля и так далее, и так далее, и так далее. Вплоть до Оскара Уайлда. То есть Джойс создает такую своеобразную историю литературы. Зачем он это делает? Почему, условно говоря, вот вопрос, который все говорят, что ты от себя не можешь что-ли написать, вот от своего имени, как бы, тебе надо обязательно кого-то процитировать. То есть Джойс, по сути дела, здесь именно верифицирует нашу речь, наше выражение наших чувств и сами наши чувства. То есть Джойс пытается нам показать, что... Добраться до истоков, до основания наших эмоций и до основания нашей речи. Он пытается нам показать, что когда мы говорим, в нас оживают какие-то предки, что мы, как бы, непроизвольно кого-то цитируем. Писатель, который как будто бы пишет от себя и вдохновенно, но все равно кого-то цитирует. А Джойс как бы это препарирует, это вдохновение, якобы вдохновение. То есть показывает нам сразу же источник этого цитирования. То есть Джойс показывает нам, то есть верифицирует речь, как будто бы вдохновенная. Но мы сразу же видим, что она рождена сборкой из таких-таких-таких цитат. Мы что-то говорим, вот есть поэты, которые как бы неосознанно работают, да? И как будто бы они говорят от своего имени, но в них говорят их литературные предки. Просто Джойс это делает осознанно. Некоторые это делают неосознанно и не понимают, как к ним приходит вдохновение, как они это рождают. А Джойс это все видит. Он понимает, как к нему, чего приходит. И сразу же все верифицирует, сразу же все раскладывает. То есть он показывает нам, в сущности, вот он атакует вот этого либерального человека, субъективного творца, вот о котором я вам говорил в прошлый раз. Он пытается достичь оснований нашей речи, оснований наших эмоций. Показать, что все-таки, вот он пытается ответить на этот вопрос, почему человек, наполненный пафосом и страстью, когда он пытается записать, он пишет какую-то билиберду. Чем более он искренен, тем более он впадает в дикую пошлятину, да? Человека, ну там ребенка, да, вот как у Саши Скалова есть роман, да, сколько за дураком, вот ребенку там плохо, да? Вот он подходит к забору, а там вот просто Мария Степановна сука. А вот не на холмах в Грузии лежит ночная мгла, а вот Мария Степановна сука, да? То есть какая-то банальность, да? Или там три буквы, скажем. Вот вылился, да? То есть вот видно, что человека мучило что-то. Вот там остается всего-навсего три буквы. Но не божественная комедия Данте. То есть и не улился Джойса. Вот Джойс пытается ответить на этот вопрос. То есть он не доверяет вот этому субъективному самовыражению. Вот это принципиально. То есть он разрушает вот этого человека субъективного. Показывает нам, на самом деле, как рождается наше вдохновение, что в нас оживает неосознанная такая вот эта языковая память. Но на самом деле, что делает Джойс в сущности? Он показывает нам генезис нашей речи. То есть мы говорим, да? И мы строим картинку. И строим наше понимание действительности. Вот мы видим что-то, мы видим только то, что мы понимаем. Мы это видим. Мы об этом говорим. Да? Какая-то воплощается в языке. И Джойс как бы показывает нам, как рождается эта картинка. Показывает ее динамику. Из каких составляющих она состоит. Как в ней начинает мерцать прошлое. То есть если бы мы там... Ну, это как если бы, ну не знаю, мы смотрели на столик. И вдруг мы сразу же видели, как вот в фильмах бывает, в рекламе, историю его там. Сначала он был таким, там, древним. Потом он становился таким. Потом обрастал какими-то финтифлюшечками. Потом там становился бы более рациональный. В конце концов он превратился в три палки такие. Модерн такой. Примитивный. Да? То есть или вот это, допустим, помещение. Да? Что в нем было раньше? Я не знаю. Но вот мы бы на него смотрели и видели бы, как мелькает вся его история. Да? Вот что тут было до этого, допустим. Что здесь стояло. Потом вот менялись эти лампы на более современные. Там были другие потолки. Там появились вот такие. И так далее. То есть Джойс нам показывает, как рождается та картинка, которую мы видим перед нашими глазами. То есть, условно говоря, вот эти эпохи, они как бы прорастают друг через друга, чтобы дать нам современность и картинку. И важно то, что ни один язык не в состоянии схватить вот эту уклоняющуюся реальность. Ни один из возможных языков и эпох, языков различных эпох, не дает нам возможности, по сути дела, приблизиться к реальности. То есть реальность отталкивает все языки, которые пытаются ее освоить. Вот такая большая машина анализа, которую нам предлагает Джойс. То есть его тексты препарируются, прочитываются друг сквозь друга, рождают как будто новые тексты. И мы с вами знаем, конечно, мы, знающие, что такое историзм, понимаем, что Карамзин повлиял на Пушкина. Но многие из нас ли прочитали Карамзина раньше Пушкина, так как они писали исторически, или протопопа Авакума, многие ли из нас раньше Пушкина прочитали? Поэтому для нас влияние ровно обратное. Для нас Пушкин влияет на Карамзина. А выйти из своего сознания могут только историки филологии. И рассказать нам про то, что Карамзин влиял на Пушкина. А мы, в сущности, как адекватные люди, мы же не можем выйти за пределы своего сознания. Мы прочитали Пушкина раньше Карамзина. И на наше восприятие Карамзина накладывается наше восприятие Пушкина. Так же, как все восприятие любой литературы на нас накладывается русская классика. Мы сквозь нее. В этом наше преимущество и часть нашей беда иногда окрашиваемся этим восприятием. Как бы нам не хотелось дотариоризироваться, мы не можем. Ну хорошо. Вот важно то, что тексты прочитываются друг через друга, препарируются, обнаруживаются в неожиданные стороны. Вот это интересно. В романе, если задаться целью, например, отследить все цитаты из Вагнера, вы только увидите многосмысленность вагнеровских оперов. Что их можно так проинтерпретировать, так прочесть. Прочесть сквозь Семму Баварии, прочесть сквозь Кодриджа. Да как угодно. Это очень здорово и интересно. Все становится связано со всем. Такой большой механизм литературной истории, где все живо. Не все в последовательности памятников, а все взаимосвязано. Что еще делает здесь Джойс? Джойс в сущности включает помимо художественных текстов еще и механизмы их анализа. Фрейда, Юнга, Джан-Батиста Вико, Фрезера, Отто Вейнингера. И Джойс совершенно не беспокоит его верифицируемость и правота этого текста. Он не любил ни Фрейда, ни Юнга. Он их называл австрийский Шалтай и швейцарский Болтай. Кроме так шутил. Но, скажем, в своем тексте он активно использует идеи архетипов, теории архетипов. Он использует коллективное бессознательное. У него у героев влечение к материам. То есть он просто так развлекается. Обнажает вот эти... Включает Фрейда уже как текст. И ему это интересно как текст. Забавный текст. А правда, неправда, неважно. Да, для него какая-нибудь теория, алгебраическая теория, это просто система знаков, система обозначений, система номинаций. Просто так осваивается действительность. Просто это просто называние действительности таким вот образом. Для него все суть текста. Так же, как и Вейнингер. Ему как бы понравился Вейнингер. Он его включает и использует его проблематику. То есть вот эти вот отвертки к текстам, да, отмычки, гаечные ключи, он тоже использует как то, что можно препарировать, с чем можно поиграть. Фрейзер он активно использует. Приви, да, и так немножко развлекается. Жан-Батиста Вика и так далее. Последнее, что я, наверное, сегодня расскажу, мы не все успели, это, наверное, механизм включения Гомера в роман. То есть мы же не можем, если я начну говорить о Вагнере, там, не знаю, о Моцарте, о том, как эти тексты включаются в улиц, то мы тут, наверное, три дня будем сидеть и не разойдемся. Я просто расскажу о Гомере. Как бы самый главный текст, с которым работает Джойс. Чтобы все стало понятно, чтобы все стало ясно. В конце концов, роман называется... Он цитирует, конечно, все, там, даже женские журналы. Но роман называется не космополитен, он называется улиц. Поэтому, наверное, нужно... Нужно понять механизм включения, скажем, Гомеровского эпоса в этот роман. Каким образом Гомеровский эпос препарируется в этом романе? Ну, поверхностные связи, как я уже сказал, очевидные. Леопольд Блум – это Одиссей. Стивен Дедау – это Телеман. Верная Пенелопа – это Молли Блум, которая изменяет Леопольду Блуму с Бойлоном. Бойлон – это женихи. Жених, один из женихов. Там, допустим, Мистер Дейзи, такой сомнительный персонаж, антисемит, он старец Нестор. Ну, и каждый герой имеет какую-то там, какую-то гомеровскую аналогию. И главы, как мы помним, названы гомеровскими заглавиями. Вот это нам отчасти позволит понять, как некоторые, я подчеркну, не все, главы, организованные в романе «Улисс». Вот, прежде всего, это нужно, наверное, понять. То есть Джойс интерпретирует Гомера. Ему нужны какие-то современные теории. Например, ему интересно было, почему, во-первых, у него Одиссей еврей. Что Одиссей евреем был? Одиссей был древний грек. Почему бы тогда своему Джойсу не сделать своего героя греком, который случайно оказался в Дублине? Вот было бы логично, да, все эксплицитно, все понятно. Но зачем-то делает его евреем. Ну что, евреев больше в Дублине, чем греков, что ли? Ну, неизвестно. Но почему-то евреем. Он пользуется гипотезой Виктора Берара о том, что Одиссей на самом деле не только что он еврей, нет. Но Одиссей не грек. Была такая гипотеза модная. Я, к сожалению, не знаком с этой книгой, но ее пересказывают активно многие интерпретарные. А я не достал ее. Но суть этой книги Виктора Берара такова. Но я ее еще и Мелитинский, по-моему, интерпретирую, что он говорит о семитической природе Одиссеи. Он говорит, что Одиссей – это финикийский мореход. Греки утверждают, что это неправильно. Не любили плавать. Вот они не любили плавать просто так. Они, когда видели открытое море, они очень пугались. Потому что Эгейское море, там острова сплошные. Там нету вот так, чтобы вышел и не видишь другого берега. И греки, они очень всегда, им было неуютно. Они не плавали особо, по его мнению, по мнению Берара. Плавали финикийцы. А кто такие финикийцы? Они семиты. А кто такие семиты? А это евреи. Поэтому у Джойса герой носит такую, соответственно, очень семитскую фамилию Блума. И он является евреем. Вот. Ну, как бы вот Джойс по-разному объяснял. Иногда он говорил, что вот поэтому Блум у него, его герой еврей. Иногда он говорил, потому что Блум еврей, потому что он им был, говорит Джойс. У него такие были смешные иногда объяснения. Но у нас он им был. Да, вот как бы. Было все. Эм, это я. И он был евреем. Ну, был. Хорошо. Вот. Кроме того, он, конечно, читал книжку Джан Батиста Вика. Вот у него один из любимых философов. Был Джан Батиста Вико. Как-то ставший модным на какой-то период в 20 веке основанием новой науки. Автор книги «Основание новой науки о природе вещей». Романы Джойса были отчасти организованы по викианским моделям. Там Вика построил такие цикличные, не знаю, ну, немножко на манер Шпенглера. По-другому, конечно. Но так циклизировал историю. Там, век богов, героев, людей, возвращение к веку богов. И вот так он мыслил себе в развитии человечества. Так циклично. И очень интересно писал о происхождении языка. Но у него есть большая часть, большой такой корпус материалов, посвященный Гомеру. Такая удивительная совершенно интерпретация для своего времени. И там он пишет буквально следующее. Что Гомер был реалистом. Потому что он был реалистом по той простой причине, что Гомер носитель примитивного сознания, архаического сознания. Архаическое сознание не знает, что такое фантазия. Это мы можем фантазировать. А древние люди, по мнению Жан-Батиста Вика, фантазировать не умели. Поэтому Гомер писал то, что он видел. Но мы можем задать вопрос. А где вы это, извините, видели лотофагов, листригонов? Что-то не припомню. Это был бы казус такой. Если бы в нашем мире были бы исполины или церцей, полуженщины-полуптицы. И Зерноватиста Вика отвечает, что это как бы такие... Это то, как он мог передать повседневность. На самом деле Гомер писал повседневности. А передавал он в виде мифов. Он не знал абстракций. Вот как Митрофан. Когда его спрашивают, дверь существительная или прилагательная, он задает правильный вопрос. Говорит, которая дверь? Потому что он не мыслит абстрактно. Поэтому он более прав, чем тот, кто его спрашивает. Тот абстрактно мыслит, а Митрофан мыслит конкретно. И Гомер говорит, Вика вымыслил конкретно и передавал это все в виде вот таких сложных сказок, которые теперь мы как бы утратили вот эти коды понимания. На самом деле это была реальность. Греки понимали, что говорил Вика. Грек говорил, умирает дряда, а мы понимаем, что срубили дерево, например. Да, и грек понимал, что срубили дерево. Но мы не понимаем. Мы думаем, умирает дряда. Для нас это такая пустая сказка. Штамп, да, метафора какая-то. А источник мы не находим, мы не видим. И вот так мыслил Вика. И Джойс, соответственно, идет по этому пути. И он, что он делает? Его задача заключается в том, чтобы написать современные варианты DC. Поэтому он как бы берет тексты DC и интерпретирует. Пытается рассказать, какой смысл был в этом эпизоде DC. Какой смысл был в этом мифе. И подобрать современный вариант этому смыслу, неназванному Гомером. Но который там можно вычленить. Ну вот, например, Лотофагия. Есть эпизод, соответствующий, который многие из вас помнят. Персонажи Гомера, Одиссей и компания. Приплывают на остров Лотофагов. Там их очень гостеприимно встречают жители этого острова. Дают им отведать волшебного растения лотос. И он такой прекрасный на вкус, что товарищи Одиссей забывают о своем гражданском долге. О том, что у них жены, дети на Итаке. И решают остаться на острове Лотофагов. Они уже счастливы. И Одиссей их вынужден затащить на корабль. Да, уже силой. О чем эта история? Какой здесь смысл? Что хотел сказать, условно говоря, школьным языком автор? Какой он хотел передать идею искушения там? Мы можем только гадать. Потому что миф это, он очень многозначен. Что он о наркотиках нам рассказывал? Или о чем? О том, что нельзя есть то, что ты не знаешь. Или как бы гражданство в долге. Ну, идея какая-то, идея забвения. Да, которая может быть, наверное, какой-то вот такой неназываемый архетип здесь. То есть, и вот Джойс пытается современные варианты. Вот этому забвению, нежеланию думать, литургии внутренней подобрать. Начинается с того, что вот он на всех уровнях. Можете посмотреть этот текст, это очень забавно. Каждый эпизод несет в себе вот эту идею лотоса. Начинается с того, что идет по набережной Леопольд Блум. Видит мальчика, который курит. И Блума мысль, он же добрый. Надо бы ему сказать, если курит, перестанет расти. Да ладно, и так житье у него не рай. Там мама ругается, папа всегда пьяный. Пусть покурит, успокоится. То есть, смотрите, лотофагом становится, современным лотофагом становится мальчик. А аналогом лотоса вот этот окурок, который мальчик держит в зубах. Дальше, например, Блум берет сигару и говорит, покурю. Сигара успокаивает. Дальше Блум вдруг вспоминает, что ему жена должна изменить. Вот как можно успокоиться? Вот как мужчина, конечно, ничего к себе ведет? Они, естественно, изменяют в ответ. Да, а как иначе? Значит, тебя ничто не успокоит. Что, все дети мучатся? Нет, конечно, надо в ответ изменить. И Блум вдруг вспоминает. Как ему надо успокоиться? У него же письмо. От него у него есть письмо. Он завязал переписку с некой Мартой Клиффорд. И она ему что-то игривое пишет. Ты там, ну что в таких случаях пишет? Ах, ты несчастлив в любви, там, несчастный женатик. Вот. Ну и что-то такое. Там тут она поцеловала, тут письмо пахнет. И вот он достает это письмо и радуется. Или вспоминает. То есть письмо тоже становится вариантом лотоса. А Блум лотофагом. Тем более, что письмо еще и пахнет. Или он идет мимо женщин. А там аромат духов. Говорит, вот чем они нас берут. Духами. Надушиться это отбивает всякую мысль. И всякую волю. И вот идешь за этим запахом. Потом он заходит в церковь. И вот тут как бы такие вот могут быть слова, не знаю, от Карла Маркса, что религиопиум народа. Или для народа. Народа. Он смотрит, там проходит этот священник. Он говорит, вот понятно все. Кадилам, Ладам. Напускает Ладам. Пустые слова. Брата Берала. Обманывают. Жулит народ. Значит, говорит Леопольд Блум, который не верит в христианского Бога. Вот. То есть для него прихожане этого лотофаги, о религии это лотос. Или потом он смотрит на плакаты там солдата вербовочной службы. Как здорово. Пойти в армию. И ничего думать не надо. Сено, солома, право, лево шагает туда-сюда. То есть вот в его представлении. То есть вот это вот мир такой литургии. Мир как бы забвения. И вот Джойс приводит эти аналоги. Например, глава Лестригона. Там Одиссей попадает на остров, где живут большие исполины. И они все едят. Он там теряет все свои корабли фактически. Там живут людоеды, Лестригоны. Вот что тут такое? Почему? Зачем туда подогнал гамар своих Одиссея? Для чего? Ну, какая-то такая агрессия. И вот глава, соответствующая глава Улиса, она полна агрессией. Люди себя агрессивно ведут. Говорят агрессивные фразы. Они все время едят. Блум смотрит, как жрут ирландцы. Они едят так обильно, сочно. Говорят, господи, убивая или тебя убьют? Жри, жри, он цитирует Шекспира. Убивай. Жри, или тебя сожрут? Убивай, убивай. Произносит Леопольд Блум. Какая-то собака. То есть, вот эти люди тоже Лестрегоны. Какая-то собака проглатывает какую-то с едой, выскакивает откуда-то, проглатывает, выблевывает, снова проглатывает, снова выблевывает. То есть, вот такая именно агрессия и пожирание. И вот об этом ведутся постоянные разговоры в этой главе. То есть, вот тоже люди становятся такими Лестрегонами. То есть, он передает, он не калькирует, как бы, Одиссею, а именно, скорее, пытается дать современный аналог сущности и разные варианты. Например, там в главе «Сирены» действие происходит в баре отеля «Орманд». Там туда приходят все персонажи Улиса. Один из них садится за пианино, другой поет. Они все поют. Там же Илеопольд Блум. Вот, они поют. И в этом баре две барменши. Их очень удачно подобрали. Одна блондинка, другая брюнетка. Кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки. Они туда приходят отчасти пококетничать с этими барменшами. Барменши там их подманивают. Барменши там поднимают юбку, хлопают подвязкой. И все, значит, смотрят. То есть, вот это как бы современные «Сирены». И они разговаривают пословицами и поговорками. Потому что они дуры отбитые. Ну, потому что они с тампами все время разговаривают. Им слово, а они по гавошку отбивают. И хихикают, как дуры. Бывает такое, соберутся. И начинают хихихихихи. Вот они там тоже хихикают. В основном рассказывают, кто им, когда предложил жениться. Хотя мы понимаем, что никто им ничего не предлагал. Потому что они дуры. Они это хихикают и над этим человеком смеются. Ну, то есть, ведут себя нормально и адекватно. Во все это дело. Но важно то, что они соблазняют. То есть, от них какой-то соблазн. От них какой-то флерт идет. Но не только они являются «Сиренами». Все остальные ведут себя тоже как «Сирены». Они все начинают вдруг петь. Они поют ирландскую патриотическую балладу. А там немножко такие опустившиеся персонажи. Не то, что опустившиеся. Такие немножко неудачники. Несостоявшиеся. С какими-то порушенными судьбами. Финансово неудачные люди. Вот все они собираются в этой части. И все они поют замечательно. Они поют там Ария Леонели из оперы «Флотова Марта» знаменитая. Поют балладу про паренька, патриота, которого расстреляли англичане злые. И они как бы не тем заняты. Не петь бы надо, а в своих жизнях разобраться. Но они поют. Вот они тоже являются «Сиренами». Они сами себя и обольщают. Сидит Блун. Он Одиссей, он их слушает. И он ему очень нравится. Но он встает и уходит. Он не с ними. Он совершает то, что делает Одиссей. Бойлон соблазняет. Одна из бармеров знает, что у него деньги. И вообще, может, он ей как мужчина нравится, неизвестно. Но она его соблазняет. А он уезжает. Сдаются четыре часа. Звон. Бойлон слышит этот звон. И знает, где он. Он понимает, что его ждет Молли. И уезжает к двоей «Сирене». Его подманивает другая «Сирена». Вот звуки, которые привлекают внимание. То есть, вот этот мир. Идея какого-то флирта, соблазна. Но не только. Да, заворажены каким-то странным делом. Действия Церцея. Вот как бы много смыслов у гомаровского мифа. Глава Церцея. Мы знаем, что произошло в этой главе. В этой главе Одиссей приехал на остров Церцея. И Церцея, как мы помним, очень... Ему нужно было, если мне не изменяет память, узнать, как ему попасть в преисподнюю. Церцея – могущественная волшебница. И она превращает мореплавателей в свиней. Мы знаем, что образ Церцея, так же, как и образ сирен, активно использовался вообще в культуре. И особенно в конце 19 века, там, скажем, те же сирены, они уже изображались в виде женщин, там, ну, уже не полуженщин, полудев, да, а, скажем, уже просто только женщины, которые обольщают мореплавателей, что они там с ними делать будут, если они подплывут, неизвестно, как те у них нет. Ну, что-то, может быть, убьют. Но Церцея тоже важный такой персонаж для вообще декадентской, для мира декадентской культуры, вообще для, если посмотреть какие-нибудь спорные открытки того времени, ну, я как бы не то, что увлекался, но как бы попадал под, ну, как бы читал всякие книжки на эту тему, но образ Церцея активно эксплуатировался. То есть, такое, как бы, доминирование над мужчиной. Конец века, все это популярно, Шопенгавер, Захер Мазох, как бы, вот в таком виде представивший его идеи. Томас Манн, тоже, вот, ранний совсем у него, там, это тоже есть такие жуткие совершенно женщины, как чистая природа, мощная воля, подавляющая слабого мужчинку. Вот, то есть, Церцея изображается, там, не знаю, там, полуголая какая-нибудь женщина, полноватая, крупная, на поводке, в виде свиней, но это не свиньи, это как будто бы мужчина. Вот у них очертание свиньи, но на самом деле мужчина. То есть, женщина превращает мужчину в свинью, да, такая эротизированная, доминирующая, обнаженная. Вот, вот это, как бы, уже традиция. Так же, как и с сиренами, такая же была традиция. И Джойс использует, я забыл сказать, это важно, помимо, скажем, самого гомеровского смысла, он использует и традицию использования этого, да. И так, как культура работала с этими символами. Вот у него действия происходят, естественно, в публичном доме. У него Церцея это Белла Коуэ. Соответственно, посетители публичного дома, ну, согласитесь, они себя ведут специфически. Я бы так сказал, что их можно назвать свиньями. Да, они себя ведут именно как свиньи. И они там так себя ведут. Некоторые персонажи прям в свиней превращаются. Леопольд Блум, еще какие-то персонажи, они превращаются просто на глазах свиней. Я уже говорил, Блум хрюкает, у него там пятачок. Ему там какой-то почему-то затыкают в попу затычку. Непонятно. Ну, понятно, там его бьют, обижают, доминируют над ним. Ну, вот это как бы мир такого женского доминирования, который воссоздается в Церцеи. Там Молли в какой-то восточной одежде, верхом на верблюде. Блум, который там изображает из себя Саверина, персонажа романа Захер Мазоха, Венера в мехах. Вот это все, как бы этот мир. То есть Джойс, по сути дела, воссоздает, что он делает? Я вот резюмирую. То есть он идею заимствует, и этой идеей подбирает коррелят. То есть вот этот неназываемый архетип, да, какой-то, которым он подбирает современный эквивалент и современный коррелят. Ну, это не все. Последнее, что я хочу сказать, что Джойс с нами не проще поиграться. Дело в том, что Джойс, конечно, большой юморист, и весь этот роман, он очень смешной. Все время игра, все время препарирование. Только когда человек шутит, это предстает быть смешным. Ну, вот, например, там, передача, ну, какая-нибудь вот, юмористическая. А тебе не смешно, потому что шутка, когда все время человек шутит, уже это не смешно. Уже все время шутит. Поэтому это сложно, а не смешно. Хотя это смешно, как бы. В любом месте, может, его открыть, тебе, в принципе, должно быть смешно. А если все время читать, то будет не смешно. А если все время это страшно тяжелая работа, она требует какой-то реальной, серьезной работы, чтоб тебе стало смешно, ты должен много думать и понимать. Да, и когда тебе действительно станет смешно. Когда ты читал Вагна, ты слушал Вагна, ты читал колледжи, ты все это прочитал, и тогда тебе действительно ха-ха, хи-хи, где очень смешно. Вот, но суть не в этом. Джойс действительно смешной бывает. Но, конечно, это шутки интеллектуальные. В чем он бывает смешной? Когда он по-особому цитирует миф, когда он калькирует мифологическую реальность, то есть переносит ее из мира Гомера в современный мир без изменения, не подбирает ей такой сложный коррелиат, а прямо калькирует. Ну, например, какие-нибудь смешные примеры. Вот у Одиссея собака, у Блума кошка. Ну, не смешно. Но есть смешно. Но бывает и смешно. Ну, например, вот калька. То есть жест переносится без изменения. Если вы помните, циклоп Полифем ему выколол Одиссей глаз. Накалил он копье и выколол ночью спящему Полифему глаз. Тут как бы начинается с того, если вы помните, я зачитывал этот эпизод. Сукин сын трубочист мне чуть глаз не высадил своим метлой, когда он шел. Вот это как бы перенесено без... Мы узнаем это. Можем кисло усмехнуться. Смешно. Блум жестикулирует сигарой возле лица своего оппонента. Да. И мы понимаем, что это намек на вот это горящее копье Одиссея. Только вместо копья сигара. Пародия такая. Травестия. Это помните, у Бенедикта Ерофеева. Там дьявол приходит и говорит, ну, что Ерофеев говорит? Говорит, ну, смели свой порыв. Говорит, не смели он. Ну, ладно. Говорит, тогда спрыгни по ходу поезда. Говорит, может быть, не разобьешься. Говорит, нет, не спрыгну. Обязательно разобьюсь. Да, мы знаем, откуда это. Да, это сатана, искушающий Христа. Поэтому спрыгни, а то там говорит, не буду прыгать. Есть написано, что нельзя искушать Господа своего. Да, это вот травестия мифа. Вот у Джойса много таких. В каждой главе по многу. Там, например, в главе Сирены, вы помните, что Одиссею залепили уши воском. И там вот эти барменши, одна из них разговаривает, а вторая затыкает уши. Она говорит, вот ты выйдешь замуж за такого носатого аптекаря с угреватым носом. Говорит, хо-хо-хо, буду замужем за аптекарем с угреватым носом. И начинают хихикать, и она затыкает уши картинно. То есть то же самое, что происходит со спутниками Одиссея. Им заливают уши воском. Например, в главе, еще раз, глава Циклопы, там, если вы помните, по сюжету, выколов глаза, Одиссей выбирается со спутниками на берег, садится на пароход, на свое судно, и отплывает. А Полифем отрывает кусок от скалы и бросает вслед, но не попадает, потому что он слеп. Да, он не попадает в Одиссея. Здесь, если вы помните, гражданин берет коробку из-под печенья и бросает вслед уезжающими. Блуману не попадает, потому что солнце ему в глаз. Спасибо, говорит этот солнце ему в глаз, и он не попал. Есть такие смешные моменты, где Джойс, который был немножко антипатриот, он был космополит, он любил свою родину, но любил по нее гадость сказать, безнаказанно. Ему это очень нравилось, да, вот он говорил, Ирландия, страна, это свинья, которая пожирает своих поросят. Это не Абрам Терц придумал, Джойс он цитирует его. Да, первый назвал свою родину, но он сказал, чушка, сука, свинья, пожирающая своих детей, сказал Джойс. Ну, потому что его не оценили великого. Вот, ну, в общем, действительно нехорошо. Вот, но вот есть такой у него очень интересный эпизод, так, напоследок. Есть такой пафосный гражданский эпизод в Одиссеи. Леопольд Блум прибывает, наконец, на Итаку. Он сходит на берег и целует камни Итаки, становится на колени и целует камни. То есть я на родине, да, я вот прибыл на родину. Поцеловал камни, поклонился земле. Что происходит в романе Улиц? Леопольд Блум приходит домой, на кровати лежит его жена, он раздевается, залезает к ней под одеяло и целует ее в мягкие ягодицы. То есть аналогом это как бы калькирование. То есть камни Итаки – это попа жены. И для нормального человека родина там, где попа твоей жены, потому что вот это главное, ребят, это святое. Это то, что тебе ближе и дороже всего. Если ты действительно такой романтичный человек, то это дороже тебе всего. А не какие-то бессмысленные камни, да. Вот это как бы такое. Это игра, да, это пародия. Мы узнаем эти камни Итаки, если мы помним немножко Гомера. Да, и понимаем, что Джойс немножко иронизирует над патриотическим пафосом. Да, моя родина здесь. Вот под одеялом, вот такие мягкие ягодицы. Он их целует. Да, не очень пристойный эпизод, но такая смелая аналогия. И вот вы засмеялись, да, но когда уже все объяснено, да, в принципе. Вот, ну хорошо, мы в следующий раз, завтра мы договорим о персонажной структуре романа. Наверное, вообще о том, что такое Булум, каковы его литературные прототипы и Молли Булум. Наверное, у нас уйдет на это минут 15-20. Мы закончим, потому что уже все устали. Вот, а завтра мы договорим и поговорим о, что у нас там указано, наверное, Вирджиния Булум. Хорошо, спасибо большое за это.